Ну и продолжая тему работы управляющих компаний. В правительстве Подмосковья прошел форум работников ЖКХ. В нем приняли участие руководители управляющих компаний, а также председатели Советов многоквартирных домов. Гостей мероприятия поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона поздравил их с наступающим профессиональным праздником. Кроме того, вручил ряд благодарственных писем, грамот и почетных званий лучшим представителям этой сферы. В вашей зоне ответственности находится одно из крупнейших в России коммунальных хозяйств. Подмосковье занимает первое место в стране по числу многоквартирных домов. Их у нас 54 тысячи. У блока ЖКХ огромное количество задач. Именно поэтому в 2018 году на жилищно-коммунальный комплекс направлено больше средств, чем в предыдущем. С учетом бюджета всех уровней сумма инвестиций составит порядка 90 миллиардов рублей. Среди приоритетных задач – благоустройство территории, ремонт подъездов и реализация программы «Чистая вода». Андрей Воробьев подчеркнул, что за последние пять лет в этом направлении в регионе проделана большая работа. Мы будем дальше продолжать эту программу, пока чистой водой не будет обеспечена каждая квартира. Форум по актуальным вопросам управления ЖКХ прошел накануне профессионального праздника. В этот день четыре человека удостоились почетного звания. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Большое спасибо за оценку моего труда. Областные награды вручались сотрудникам ЖКХ на протяжении всей работы форума. Так, коллектив Люберецкого городского жилищного треста получил почетную грамоту за создание лучшей диспетчерской службы управляющей организации. С 1 марта этого года 95% управляющих компаний заключили договор о создании и дальнейшем продвижении этой службы. У нас есть распоряжение председателя Совета правительства Московской области, внедрение этого опыта по всей Московской области как пилотный проект. Количество обращений в вышестоящие органы, власти намного снизилось. Потому что есть элемент доверия, есть элемент контроля, есть элемент обратной связи. В этом году в работу управляющих компаний ведут новые правила. Теперь жители Подмосковья будут присваивать им звезды. По каким критериям пройдет оценка, решит голосование на портале Добродел. Его запустят в течение двух недель. Мы вывесим на Доброделе предлагаемые показатели и плюс открытое окно, для того, чтобы кто-то еще что-то мог добавить. И 7 максимально мы наберем тех, которые будут, соответственно, учитываться в рейтинге. Первое, наверное, это содержание подъезда. Второе, это качество представителей коммунальных услуг, чтобы не было перерывов. То есть, если есть перерывы, говорить о качестве подъезда даже бесполезно. Третий вопрос, это раздельный сбор мусора. То, что появляется в этом году, что управляющие компании должны организовать. После того, как жители определятся с критериями, они смогут приступить к присвоению звезд. Планируется, что эта процедура также пройдет на портале Добродел. На базовом уровне максимальная оценка работы управляющей компании – 4 звезды. Первый рейтинг будет сформирован уже к июню. Лизия Игазырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok